привет всем меня зовут юля это youtube канал юля емеля канал посвящен вязанию все что связано с вязанием приятно познакомиться заходите ко мне подписывайтесь смотрите мой мастер-классы учить со мной задавайте вопросы на все вопросы отвечу давно мне не было выпусков и сегодняшний выпуск это небольшой спойлер если посмотреть так за спину что меня окружает будет история в следующем видео в этом видео которое сейчас вы посмотрите рассказывает о моих готовых работах которые вязала по вам уже сентябре они так немножко перешли из месяца в месяц покажу вам готовой работы что мне получилось буду них рассказывать там будут три или четыре шапки капюшоны пожалуйста смотрите по задавайте ваши вопросы в комментариях обязательно я на все отвечу капюшон готовы которые вы увидите в этом моем видео есть описание на моем канале переходите по ссылке которые укажу здесь или здесь и учитесь со мной все сказала до новых встреч кстати говоря этот шарф который сейчас нам не надет покажу вы поближе шарф связан из малабрига мечита на этот шарф вместе писания платная pdf формате я кстати о нем рассказываю на своем канале шарф называется сингапур также его можно связать не только из малабрига а из пряжи поэма лес дюнер на этот шарф мне понадобилось две пасмы вот я их совместила более такую ровную выкраску и попестрее кстати говорить если о готовых работах тоже моя готовая работа он у меня получился очень-очень длинный я обернул вокруг себя с синей частью потом вот этой пестрой и вот такие длинные хвосты на мне еще остались вот еще этот показала шарф длинный получился в общем давайте я на него тоже поставлю ссылку на эти видео и вы посмотрите я о них все подробно рассказываю и так сейчас расскажу про шапку это и шапка и митинге связаны из лана гата супер софт 50 граммах 125 метров цвет 10046 бежевые на эту шапку ушло два с половиной матка я думала что все-таки уйдет два матка но нет кстати голова небольшая обычного размера 55 сантиметров так что если вы будете вязать похоже шапку может быть это моя плотность но я считаю что я правильно все-таки вы верила плотность связала эту шапку на спицах номер пять до видно резинка один к одному наберу по петлям расскажу по петлям что мне получилось но обязательно рассчитывайте свою плотность и ваш объем по ширине у меня восемьдесят шесть петель и наверх я провязала прямо шестьдесят девять рядов связь тем что это шапка тыковка наверху я сделала максимально быстро убавки вот поэтому на вот такие фалды красивые собирается после стирки мне нравится как проявляться меринос он очень начинает как за за более мягким более пластичным потому что до стирки на конечно колом стояла казалось очень жесткой но после стирки на приобретает вот ну все свойства обретает мериноса в две нити связано вот так смотрится конечно когда вяжешь две нити очень внимательно нужно следить за натяжением нити чтобы равны ровные были петли на голове так подтягивается и примерно вот так это выглядит высоту она у меня тридцать один с половиной сантиметр вот так и она когда надеваешь ноги то стандартная понятно голова 55 и глубина тоже высоту она чуть-чуть поднимается над макушкой при широком отвороте такая замечательная шапка подходящая практически для всех модель митинге митинге я не буду рассказывать по петлям потому что не имеет здесь смысла здесь их слишком много всяких цифр чтобы рассказывать орнамент елочкой такие митинги у меня есть мастер-класс описание на моем youtube канале поставлю наверху ссылку на этот мастер-класс вы можете стать себе точно такие же про этот рисунок тоже там рассказываю смысл рисунка такой же 10 лицевые петли и провязывается следующим образом две лицевые и вот это снятая косичка две лицевые сняты две лицевые сняты ну понятно их нужно передвигать и они так смещаются елочкой у девушки ладонь чуть длиннее чем у меня но объем такой же вот так смотрится честно говоря практически только такие митинги и варежки вяжу ну на заказ другие мне не просят ну а мне очень нравится такой получается красивый рисунок из любой пряжи сейчас поставлю фотографию из более толстой пряжи митинге я вязала в прошлом году и совершенно по-разному выглядит рисунок и ну и хороши на толстые на такой тонкой пряжи из вида их тоже вязала когда из вида из темного серого да там не так ярко проявляется рисунок вот этой елочки но все равно очень красиво украшает полотно причем он же еще делает этот верхнюю часть более толстенькую и дополнительно утепляет но ладошку с пальцем можно конечно вязать и точно также лицевыми петлями как и здесь но мне нравится что здесь есть сочетание лицевых изнаночных сейчас еще один момент расскажу когда вижу вот рисунок который должен располагаться на тыльной стороне ладони и он такой центральный не переходящий на ладонь сюда то есть не заполняющий а именно центральный очень важно в митингах вот здесь после большого пальца добавить 3-4 петли зависимости от вашей пряжи вашей плотности потому что если вы вот здесь расстояние не сделаете дополнительно весь рисунок будете езжать по большому пальцу а ладонь перекручиваться наоборот на тыльную сторону свой первый митинге себе я связала без отступа и у меня вот буквально вот столько очень много переворачивается перекручивается ладонь на внешнюю тыльную сторону причем это же митинге без верхней до части они отрезанные пальцы и фиксации наверху нет поэтому они еще больше склонны вот к этому перекручиванию бирки я оставляю на митингах только на 1 на 2 не вижу необходимости выполнять кстати я сейчас заказала металлические бирки вот буду их теперь пришивать экспериментировать но такой комплект и так вот один из моих комплектов вы вы сейчас видите упакованным сумку это у сумку я сшила сама непосредственно для комплекта в таких сумках я отправляю все свои вязаные заказы в том числе варежки свитера то есть какого бы ни было масштаба проект я обязательно под него шью вот такие пыльники мешочек пыльник сумкой по всякому их называют если я вижу варежки на заказ то под варежки безусловно я делаю меньшего размера сумочку чтобы удобно было например варежки положить сумку и сумку пыльник так его назовем в пыльника потом в сумку если это необходимо либо удобно таких сумочках хранить изделия в летний период когда вы перед летом постирали вещь высушили и чистенькую положили в такой мешок и убрали подальше это не синтетика это натуральная вискоза вискозный материал выполняется из древесного волокна это дышащая вискоза итальянского производства на вот таких лентах тесем очках затягивается верхняя часть сумочки сейчас затягивать не буду и сумки выглядывает вот шапочка она еще не сложена отворот не отвернут и пока я не упакую этот заказ ну в коробку я также в коробках отправляя почти все свои заказы отворот я не фиксирую то есть непосредственно перед отправкой я уже отворачиваю шапку и отправляю но это касается только тыковок если шапка уже с косами уже фиксирован отворот то конечно и отворачиваю сразу и так достану по очереди что располагается в этой сумочке беру и в сторону сумка кстати размером сейчас скажу вот так 31 вот так 30 то есть или так 32 вот так 30 ну плюс-минус она квадратная если делать короче то шапочка уже не помещается и затем из-за затягивания вот в таких конвертах я отправляю своим клиентам инструкцию по уходу за изделием возможно какие-то образцы и ну такую небольшую открытку есть это за границу предположим эту бирку вместе с веревкой то есть с пряжей из которой был связан комплект я подвяжу к бирке я это сделаю на шапке в бирке подвяжу и заправлю в отворот сейчас сразу это просто продемонстрируем обязательно перед отправкой я собираю всякие ворсинки если вдруг скопилось от другой какой-то мохнатой пряжи роликом с клейкой лентой прохожусь изнутри и снаружи чтобы все было чистенько вот так я подвязываю сюда бирочку и вкладываю раз им так все аккуратно прячется сверху я положу в данном случае митинге конверт и уберу все в пыльник и так и так это капор связанный из мериноса плюс нитка мохера на шелке мне понадобилось 3 матка пряжи 50 грамм 125 метров меринос и 2 матка мохера достаточно большой расход но нам требовался капор достаточно плотный непродуваемый и теплый что могу сказать что истратилась практически вся пряжа осталось где-то примерно 3 четвертых матка мохера и меринос ушел ну наверное вот весь можем даже половина мотка не осталось меринос весь ушел мастер-класс поэтому капору вы сможете увидеть у меня на канале подробный там он связаны с другой пряжи связан из альпака этот связан как я уже сказал мериноса плотность у пряжи разная но воспользовавшись тоже своим писанием потому что я не могу все держать голове я применила свое писание сюда на другую пряжу сделала перерасчет плотности пользовалась сантиметровыми измерениями величинами и получала собственно тот же самый размер тоже самое изделие сидит он свободно вставлю несколько фотографий как он выглядит очень удобно затягивается вокруг лица кстати шнурок тоже связан по моему мастер-классу он связан крючком достаточно быстро это все получается я даже теперь не берусь за три спицы когда вяжется полы шнур айкор тремя спицами это очень долго не хочу тратить на это время и считаю что такой шнур тоже совершенно прекрасно выглядит что могу рассказать спицами я вязала номер четыре в две нити меринос мохер размеры ну так бегло скажу что вот так по шее 25 сантиметров по высоте 42 сантиметров и вот эта высота 27 сантиметров вязала я его наверно где-то пару дней мы вначале тоже хотели связать из альпака такой черно-серый но связали вот по плотнее из мериноса с мохером честно говоря даже самой хоть чем хочется получить нам связать себе такой капор но пока мне нет на это времени вот здесь по убавлению вокруг лица на уровне подбородка я сделала отступ от кромочной петли на здесь видно три петли но на самом деле отступ был выполнен на 4 петли с тем расчетом что когда прикидывается и подвязывается вот эта планка она подвязывается в середину в первой петли после кромочной поэтому получаются вот такие видимые как был вытачки мне очень нравится главное если вы сделаете например узко будет немного непропорционально вот эти соседние детали и уже эффект потеряется а так ну благородные массивно смотрится вот это место мне очень нравится на спине вот три петли тоже расширение в мастер-классе у меня по-моему там две петли 4 может также три не помню макушка здесь закрывается через одну петлю как на шапке кстати виду того что плотность разная с мастер-классом и у этой пряжи прибавление по вот этой затылочной части вот эти прибавки я также делала немного иначе мастер-классе у меня через каждые сколько там три петли через каждый то есть три ряда делаю прибавку виду того что величина петли здесь больше то здесь я делала прибавку через каждые два ряда то есть мне приходилось прибавлять то в лицевом то в изнаночном ряду то в лицевом то в изнаночном просто нужно внимательно смотреть пересчитать не только еды но и петли и получается все в размер наверху сшила трикотажным швом то есть он не выполнен связан снизу вверх это при китлево на и правильно или подвязанная деталь по низу и вот вяжется снизу вверх и сшивается по по макушке по затылку и обвязывается вокруг лица вот такой прекрасный капор сегодня его отправлю бирочку уже прикрепила отпарила сушила я его не на батареи а возле батареи разложила то что полотенце ну вот такой аксессуар еще один комплект который я связала на заказ это шапка бени в одну нить и в две нити снуд платочной вязкой здесь мне понадобилось 5 мотков 2 и еще немного понадобилось на шапку и все остальное у меня ушло на снуд вязала я шапку спицами номер три по низу резинка один к одному и рядом с резиночкой провязала вот такую цепочечный орнамент вяжется он я попробую объяснить устно после резинки провязала один лицевой ряд потом вяжется изнаночный ряд в котором одна петля провязывается изнаночной следующая петля снимается и нить перед петлей опять изнаночная опять снимается петля нить перед петлей течет провязывается тоже изнаночная и снятые петли только надо снятыми вы вяжете изнаночные надо не снятыми а просто провязана наоборот снимайте и нить перепетлю держите и третий ряд провязывается просто по моему то ли изнаночными то ли уже сразу лицевыми ну вот не могу точно сказать ну в общем такой цепочечный орнамент нашла это в своей книге еще советских времен секреты вязания по называется и вот там был такой орнамент мне кажется он хорошо прикликается со снудом я вначале хотела снуд связать тоже лицевой гладью и вот таким полосатым цепочками 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 украсть но потом не стала найти как бомбить один тот же узор и на шапку и на снуд решила все-таки разными сделать комплект объединяется цвета мне кажется очень удачный получился подбор все-таки орнаментов макушку закрыла в 4 клинышка вот так через две петли вот снуд снуд платочной вязкой вот так выглядит шов с лицевой стороны то есть это место перехода одного ряда в другой из изнанки вот так выглядит шовчик сейчас скажу его размер это комплект на взрослую девушку значит 22 по ширине и 20 по высоте не стала делать очень высокий снуд чтобы он сильно сборился в принципе обыкновенно вяжу до более высокие снуды чтобы можно было там два раза подвернуть и не стала совсем зимний вариант делать потому что это все-таки весенний комплект судя да вы видите по шапке она уж точно не зимняя тоненькая поэтому такого высоты снуда будет вполне достаточно этот свет не знаю вот он у ла нагато это ла нагато вский меринос он там один такой пом зеленый и других нет а снух я вязала спицами номер пять в обороте снуда у меня 75 петель плюс 1 соединительная петля шапка связана на обхват головы пятьдесят семь и я здесь набирала 100 петель вполне достаточно 10 меня 8 рядов резинки ну и дальше 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 по высоте шапочка общая высота 26 с половиной точно так хорошо опускается по затылку люблю когда шапочки такие с напуском а еще мне появилась новинка я купила бирки новые вот такие металлические это нержавеющая сталь она достаточно тяжелый такой весисто чувствуется в руке я думала более тоненько но на прям очень качественно так выглядит смотрится и ну прям чувствуется что действительно металл найти такая не не алюминий какой-то невесомый это нержавеющая сталь центральная часть заматирована и выгравирована название лейбла вот такие широкие дужки для подшивания именно пряжей специально выполненного для вязаных изделий я супер довольна помота величина 8 миллиметров не помню великовато я сказала 5 миллиметров на где-то 23 такая отлично смотрится на любом цвете ну конечно так совсем иной до вид изделия приобретает с металлической биркой совсем фабрика я очень довольна очень приочине конечно не стоит на порядок дороже чем из эко кожи из кожи из сатина ну любые другие бирки хотя наверное бирки разные бывают по цене ну вот у меня теперь будут вот такие вообще здорово ну вот а еще вместе вот такая шапочка связалась она для мастер класса который мне заказал один магазин пряжи для съемок их канала на youtube я даже на такое вышла уже формат такая интересная шапка мне было выдано как бы это за техническое задание придумать шапку с интересным орнаментом теплую из пряжи альта моды кашемир честно говоря давно мечтала из этой пряжи связать но я хотелось более тонкой ну или даже из толстой в общем не могла себе найти как в мыслях представить что я буду вязать из этой пряжи просто так как бы и под заказ в итоге связалась мне вот такая я считаю чудесная прелестная шапочка я думаю что я оставлю себе не буду продавать ничего мастер-класс будет выпущен по вязанию этой шапки но я бы хотела похвастаться вам это шапочка и вот этим узором это на скосы три на три вязала я здесь резинку один на один на спицах номер шесть это спицы номер семь рекомендует производителя спицами номер восемь то есть получается что я и резинку связала на два размера меньше от рекомендуемых посмотрим как она будет носиться честно говоря мне уже говорили ну как бы коллеги по цеху что в эту нитку вот в эту лучше добавлять одну нить мохера на шелке или на полиамиде чтобы она не закатывалась это пряжа потому что якобы насильно закатывается и будут катышки ну посмотрим в носке думаю поделюсь с вами итогами если я все таки оставлю себе может все таки продам посмотрим не буду за как бы заранее предугадывать но в итоге вот такая не получилось классная шапка я считаю наверху я завершила вот так вот косы у меня сошлись я придумывала этот узор по ходу выполнения рисунка вот как завершить макушку попробуем сейчас показать образец который вязала если найду сейчас посмотрю смотрите вот такой я вязала образец получается у меня вот только осталось пряжи в образце и вот не так то есть ровно два матка у меня ушло вот такой образец то здесь я делала петли я выполняла косы из четырех петель поняла что она слишком получается мелкая вот моя это елочка хотела выполнить я честно говоря уже была уверена что получится у меня все с горизонтальными полосами но мне не понравилось как они вышли как будет наклон так отсюда кто какой-то подъем наверх невнятный какой-то мне показался рисунок а почему хотела горизонт горизонтальный рисунок использовать потому что сам производитель лана гросса у них есть свой сайт и рекомендуемые изделия именно из этой пряжи есть несколько свитеров как женских так мужских и даже платье женское длинное и вот во всех моделях они используют вот эту горизонтальную косу думаю раз производитель рекомендует я тоже использую чтобы ну как бы проявить да узор пряжу в узоре но в итоге мне совершенно не принялся результат я использовала ну тоже метод вот как бы вот этих лицевых петель каких-то на таких наклонных полос и у меня вышел вот этот узор елочка в принципе да его можно делать как клетку вот этими наклонными лицевыми петлями по изнанке можно их делать по лицу и у меня получился вот такой узор по изнанке елочкой ну и коса все таки да да для такой толстой пряжи 2 на 2 она слишком мелкая поэтому вот 3 3 на 3 не меньше а если коса будет еще больше но вообще будет очень объемное красивое изделие я считаю будет классно вот да коса 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 1 на 1 совершенно невнятное что то я считаю слишком какой-то мелкий рисунок то есть он может быть знаете как вот такой мелкий рисунок от отграничивать что-то более крупное ну как основой он быть ни в коем случае не должен потому что слишком объемная мягкая пряжа чтобы выполнять какой-то вот этот бисер какой-то до такой мелкий почему такая мне шапка показала пока не могу показать на себе потому что нет ни одной фотографии и только-только связала это горячий пирожок вот такие дела